Продолжение следует... Продолжение следует... На базе двух этих анализов, а именно фундаментальный плюс корреляционный, мы выбираем направление торгов. Технический анализ используем для оптимизации точки входа в выбранном направлении торгов. Если технический анализ противоречит фундаментальному, то считать, что индикация сигналов теханализа ложна. Ну вот таким способом можно минимизировать риски. Итак, в двух словах, фундаментальный анализ занимается оценкой стоимости той или иной валютной пары по выбранному алгоритму, а затем идет сравнение с рыночным курсом. Если оценочная стоимость выше, чем рыночный курс, то считается, что рынком валюта недооценена, ее надо покупать. Если оценочная стоимость ниже, чем рыночный курс, то считается, что валюта переоценена на рынком, ее надо продавать. Все, казалось бы, просто, делал, что называется, в деталях, а именно по какому алгоритму проводить ту или иную оценочную стоимость, ту или иную пары. Во многом это зависит от глубины вашего инвестиционного горизонта. Если инвестиционный горизонт очень глубок, то лучше всего проводить по ППС, паритет покупательской способности. По паритету покупательской способности, кстати, валюты, развивающиеся рынки, серьезно недооценены. Но, в принципе, как бы понятно, что на таких глубоких горизонтах мало кто торгует на спут рынке. Поэтому на меньших инвестиционных горизонтах, скажем, квартал, месяц, неделю, лучше всего торговать по региональным перетокам капитала. То есть алгоритм действий таков. Если откуда-то капитал уходит, то та валюта дешевеет, ее надо продавать. Если куда-то капитал втекает, то, соответственно, эта валюта будет дорожать, ее надо покупать. Ну и частный случай региональных перетоков капиталов – это торговать на эффектах слияния и приглашения компаний. Если в каком-то регионе мира объявлено слияние и приглашение крупной компании, то валюты этого региона надо срочно покупать. Корреляционный анализ занимается поиском взаимосвязей между различными финансовыми инструментами. Например, динамика японской иены и фондовых рынков. Если фондовые рынки растут, то иена под давлением, она продается. Если фондовые рынки падают, то иена в покупке, она в поддержке покупается. Но это как бы становится понятно, если наделить иену статусом валюты фондирования. То есть валюта фондирования продается, когда риски покупаются, и, соответственно, покупается, когда риски продают. Если вы торгуете совсем на небольших инвестиционных горизонтах, скажем, внутри дня, то тут, конечно, взаимосвязь фундаментального традиционного анализа может усиливаться. Причем фундаментальный анализ здесь сводится фактически к торговле на новостях. А по коллекционному анализу мы смотрим, какая реакция на разных сегментах рынка на эту новость. И измеряем, грубо говоря, скорость движения цены. Там, где скорость выше, в ту сторону, соответственно, будет двигаться и валюта. Внутри дня моделировать валютный рынок можно двумя способами. В момент выхода новости мы постулируем, что рынок дисконтировал с себя ожидания. Надо найти ожидания. Обычно есть некий консенсус ожиданий либо на Bloomberg, либо на Reuters. И вот относительно этой цифры ожидания сравниваем высшую цифру. Если она оказалась лучше, чем ожидания, то мы покупаем нацвалюту. Если хуже, то продаем. Все казалось бы просто. Совсем непростой вариант – это, соответственно, торговать на корреляции. Например, 16 декабря ждем, что ставка будет поднята со стороны федеризирующего. Это, с одной стороны, резко может усилить американский доллар. Но, с другой стороны, это окажет давление на рисковые активы, в частности, на акции. И чья скорость движения будет больше, то есть либо рост доллара, либо падение акций, это, в конце концов, скажется и на самом долларе. Если падение акций, скажем, гипотетически будет очень сильное, то тогда доллар тоже упадет. Евро будет расти, как валюта фондирования. Но до 16 декабря надо дожить, а тут 3 декабря, соответственно, помимо того, что наш президент выступает в заседании ЕЦБ, и Марио Драги, возможно, объявят о расширении политики количественного смягчения, то есть что окажет дополнительное давление на евро. Уже евро под давлением, он в себе учитывает частично вот эти ожидания. Поэтому, если ничего и никаких изменений не будет, то, конечно, евро отыграет наверх. Но, опять же, внимательно следим за рынком акций. То есть рынок акций тут может перебить ожидаемую динамику в ход рынка Форекс легко, если там начнут сильные движения. Ну, вот такого плана, который я только что озвучил. Вот так же в плане вебинара у нас будет тактика торгов в корритрейт. Мы об этом постоянно говорим, поскольку эта тактика позволяет зарабатывать свопы, продавая валюты фондирования в обмен на выкупы с доходных валют. В частности, можно покупать, ну, очень осторожно, конечно, и против евро, и против фунта стерлингов, валюты развивающихся рынков на локальном дне. Следующий момент, это надо понимать, что на спот-рынке Форекс, как и на других глобальных сегментах финансовых, мировых финансовых рынков, лучше торговать портфелем, чем одной транзакцией. Поэтому надо научиться правильно формировать бивалютный портфель. Для этого служат, помощи этому служат коэффициенты шарпа, трейнера, дженсона. Коэффициенты шарпа и трейнера, это, соответственно, отношение ожидаемой доходности портфеля в заучетном ставке без риска, деленное на риск портфеля. И понятно, что отличие шарпа и трейнера коэффициентов, это в оценке риска портфеля. По шарпу это сигма портфеля, то есть ридно-квадратичное отклонение портфеля, по трейнеру это бета-портфель. Коэффициент дженсона, это есть разность между ожидаемой доходностью портфеля и реализованной доходностью, что называется, по парту. Если разность вблизи нуля, то вы грамотно формировали, управляли портфелем. Если эта разность большая, то независимо от знака этой разности, вы по-дилетантски управляли портфелем. Ну, раз мы говорим о портфеле, то надо несколько слов сказать о хеджировании портфеля. В сегодняшних условиях без хеджирования торговать на спот-рынке Forex надежно практически невозможно. Поэтому тривиальный элемент хеджирования, например, следующее. Вы открываете противоположную позицию. Например, делаете buy доллар-иена и sell евро-иена. Вот вы фактически, если веса подобраны грамотно, вы их синтезировали. Sell, рост курса, евро-доллар. Ну, что разумно в текущих условиях. Закончим наш вебинар традиционно основными рекомендациями и выводами. Я постараюсь включить вам монитор моего ноутбука и, соответственно, показать по технике, по теханализу точки входа, точки выхода по интересным валютным парам на Forex. Ну, с точки зрения фундаментального анализа, сегодня были очень интересные сообщения в Азии. вы хотели стать данными. В частности, австралийский доллар позитивно отреагировал на результаты заседания Резервного банка Австралии. Как вы знаете, Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 2%, хотя часть экспертов ждали, что он продолжит понижение из-за сложной ситуации с основным партнером торгового австралии – Китая. Там постепенно финансовые рынки падают. Хотя в целом, конечно, большее число экспертов ожидали, что ставка не будет изменена. Вот Совет РБА решил, что перспективы улучшения экономических условий немножко улучшены с последних месяцев. Поэтому оставить ставку без изменений является уместным решением. Вот инфляционные прогнозы в Австралии сохраняют возможность для снижения процентных ставок. То есть CPI там и дефлятор ВВП очень низкий, да. Если это потребуется для оказания поддержки спросу, ну, реальному сектору экономики. В отношении курса национальной валюты формулировка не претерпела изменений с ноябрьского заседания. Буквально, переводить на русский, она звучит так. Австралийский доллар приспосабливается к значительному снижению сырьевых цен. Эта фраза сыграла ключевую роль, позитивная реакция австралийского доллара на результат заседания. Ну, динамику доллара поддержала, конечно, и рынки коммодит. Мы видим, и нефть выросла, и золото скакнуло наверх как результат решения ЦБ Австралии. Вот, и фактически сейчас на стороне покупателей австралийской валюте замечены некоторые пенсионные фонды, несколько тысячевых фондов, в том числе из-за океана. Все это говорит о том, что коррекция Ауси пока продолжается, поэтому очень хорошо сохранять шарты в кросс-курсе евро австралийский доллар. Австралийский доллар – это высокодоходная валюта, поэтому ее я продолжаю держать в лангапу. У меня позиция в лангапу – австралийский доллар, иена. И там сегодня ночью произошли хорошие прибыли. Ну, а теперь по фундаменталке рассмотрим оценки и прогнозы на краткосрочную перспективу от ряда уважаемых экспертов. Вот, в частности, с UBS начнем. Евро-доллар. С точки зрения экспертов UBS, область поддержки 1.0565 была протестирована раза три на последние пять дней. Поэтому можно ожидать возвращения к 1.0670-1.0690. Однако, по их мнению, евро будет оставаться под давлением, поэтому на попытках роста мы предпочитаем продавать со стопом выше 1.0700. Целью является поймать проблите отметки 1.0570. Это такая подворотная точка. 1.0570. Ох, это эксперты UBS. Что касается кейбла фунт-доллара, другими словами, то эксперт отмечает, что цены пока еще остаются выше уровня 1.50000. Рынок фактически ждет результат заседания ЕЦБ. Поэтому существенное движение мы вряд ли увидим до этого момента. Результат заседания будет 3 декабря. Ключевыми событиями в тракосрочной перспективе будут публикация отчета финансовой стабильности и данные PMI. Мы предпочитаем использовать попытки роста для открытия коротких позиций. Ну, в отличие от экспертов UBS, я фунт-доллары держу в анги, как только открываю шарты по евро-доллару. То есть фактически все время синтезирую спрос-курс евро-фунт-селл, но, правда, не балансирую веса. Доллар канадский доллар. Вот разочаровывающие данные по ценам производителей в прошлой пятнице привели к развитию нисходящей динамики. Попытка цен на нефть развить укрепление позволила ценам в этой паре предпринять попытку роста. Затем нефть возобновила снижение, и курс доллар-канада снова смотрит вверх. Пара должна оставаться под давлением. Следует оставаться в коротких позициях со стопом выше 1.34. Ну, это по UBS. Интересно. Недавно они еще рекомендовали ланги. То есть основная масса экспертов, конечно, ланги. Предлагает держать по доллар, канадский доллар. Ну и, наконец, известная модель Стир от Бенк Париба. Торговые сигналы, квантовые модели, о которых мы часто говорим. Ну, сегодня вторник, и валютные стратегии Бенк Париба обновили свою еженедельную оценку в ситуации на валютном рынке Форекс. Ну, напомним, что основа данной методологии квантовой модели Стир является взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на рынке комодис. На этой неделе, по оценкам модели Стир, большинство основных валют торгуют в соответствии с оценками их справедливой стоимости. То есть фундаментал практически никаких сигналов не дает. Единственным исключением является нам Зеландский доллар по отношению к валюте США. Здесь Стир продолжает показывать, что дельта между рыночной и справедливой ценой составляет порядка двух пунктов, что сигнализирует приблизительно 5% переоцененность новозеландской валюты. Поскольку справедливая, цена по Стир составляет 0.62. Спорт цена в данный момент, когда выходил прогноз, составляла 0.6585. То есть где-то на 3,8 фигуры ожидают снижение. То есть занимать шоковые позиции по модели Стир. Вот, ну, хорошо, будем торговать новозеландским долларом. Вот Данский банк, у них, как вы помните, торговая система G10, Форекс, Файменшилл, Сторока. Они рекомендуют к покупке австралийский доллар, норвежскую крону и фунт стерлинг. А к продаже швейцарский франк, доллар, ша и швейцкую крону. Ну, вот рекомендации прошлой недели без банковского плеча привели к прибыли в размере 0.4%. Довольно неплохая прибыль за неделю. Причем наибольшую прибыль заработали позиции шок швейцарский франк. А вот продажа новозеландской валюты обошла дорого для результата портфея. Понятно, что новозеландец старается копировать австралийский доллар. Австралийский доллар моментами отпрыгивал наверх против американского доллара, против иены. И как следствие новозеландский доллар старался туда двигаться. Много данных вчера вечером выходило от Royal Bank of Scotland. Давайте сначала рассмотрим фундаменталку их на среднесрочную перспективу. По их прогнозам, инвесторы очень слишком много ждут от 3 декабря от заседания ЕЦБ. И по прогнозам экспертов Royal Bank of Scotland, реальность превысит эти самые смелые ожидания. ЕЦБ нужно сохранить доверие рынков, поэтому он попытается резко подстегнуть инфляцию. Слабый евро является частью этого плана, поэтому, учитывая намерение ФОМС приступить к повышению ставок уже 16 декабря, мы рекомендуем оставаться в короткой позиции по евро-доллару, пишет эксперта RBS. Проблема Китая и слабость инвестиционной активности в Австралии заставляет нас рекомендовать оставаться в шортах и по аусе против доллара. Мы фиксируем часть прибыли по длинным позициям в доллар-индийской рупии, однако остаемся долгосрочными быками. Банк Англии пока занимает выжидательную позицию в валютных войнах, и мы рекомендуем оставаться в коротких позициях по евро-фунту. ЕЦБ сместил Банк Японии с места главного валютного вояки, поэтому сохраняйте шорты по евро-иене. Мы фиксируем этой позиции шортовой евро-иене, лонг-доллар-иене. Корея остается в уязвимом положении, поэтому рекомендуется оставаться в лонгах по иене к корейской гоне. Вот такие рекомендации от Royal Bank of Scotland на среднесрочную перспективу. Вот. Вчера же вышли вечером уже данные о том, что Royal Bank of Scotland занял лонг в доллар-иене, купил ниже 123. То есть, как мы помним, и еще и раньше RBC заявляла о позитивной оценке перспективу доллар-иена. И вот вчера они посчитали вечером, что настало время действовать. Ну, вечером по Москве. В банке отмечают, что эта неделя очень насыщена событиями. В частности, стоит обратить внимание на отчет по рынку труда США, позитивный характер которого может поддержать дальнейший рост оптимизма в этой крот-курсе. В RBC отмечают, что потенциал для переоценки вероятности повышения ставки ФРС на заседании 16 декабря сохраняется. При этом в банке считают более вероятным ее рост в направлении 90%, нежели снижение. Royal Bank of Scotland обращают внимание на то, что в последнее время рост ожиданий повышения ставки ФРС сопровождался ростом аппетита к риску. Они отмечают, что в сентябре реакция рынков была иной. И в случае сохранения такой взаимосвязи от доллара и иена можно ждать дальнейшего роста. Тем более, что к этому времени рисковые активы получат поддержку со стороны агрессивного ослабления политики ИЦБ. Royal Bank of Scotland сообщает об открытии лонгов доллара и иена от 122.82% со стопом на 121.60% и целью в районе 125%. Ну, я сегодня вывесил и недельный теханализ, и месячный теханализ. Недельный вчера, прошу прощения. Ну и ежедневные прогнозы. Где у меня немножко цифры подкорректированы, конечно, текущие ситуации. Но у меня тоже лонги везде, доллар и иена на всех инвестиционных горизонтах. Ну вот, в принципе, очень интересно. А вот ING, например, рекомендует продажу фунта сервера. Ну, я его, наоборот, покупаю, когда евро продаю. Валютные стратегии ING отмечают, что британская валюта демонстрирует устойчивую тягу к 50-й фигуре. Ну, к точке 1.500. При этом ряд факторов дает повод думать, что на этом она не ограничена. Ну, на самом деле, я тоже жду просадки к 1.49. Но это ближе к 16 декабря. Тестировано это вот наоборот. Банки обращают внимание на то, что фунт еще может проявить себя в красах, учитывая сохранение оптимизма относительно повышения ставок в Великобритании. Но, напомню, ВНЖ рассчитывает на ее увеличение на 0.25% во втором и четвертом квартале следующего года. Однако, тема ужесточения в политике не нова, а вот вопрос о возможности выхода страны из ЕС в ближайшие месяцы обретет куда большую актуальность. ВНЖ считает, что риски такого события, а также возможные экономические последствия, существенно недооценены рынком. Кроме того, в банке полагают, что в случае с фунт-долларом реакция на повышение ставок США может оказываться весьма негативной, учитывая зависимость британца от аппетита к риску и значительный размер дефицита текущего счета. ВНЖ считает, что привлекательной стратегией является продажа фунта-доллара с расчетом на падение курса 1.40% в конце второго квартала. Вот как резко. Я, в принципе, как бы рассчитываю на то, что в районе поддержки 1.49% будет длительное топтание и частые отскоки наверх. Ну, посмотрим, как быстро пройдет. Вот АНЖ считает, как нос в масло воткнется в эту поддержку рынок и, соответственно, пойдет дальше вниз. Ну, поживем увидим. Где же тогда евро-то будет, если фунт, а не прогнозирует, такое серьезное падение. Вот интересные. Вот интересные, конечно, оценки со стороны брокера «Намура» и банка «Намура». «Намура» ждет падение евро до 1.02%, и причем не связывает это с 3 декабря, с заседанием ВЦБ. То есть, фундаменталка на разность, на дифференциал политики ВЦБ и ФРС такова, что цель будет 1.02% в ближайшей перспективе. Вот эксперты «Намура» отмечают, что рынок евро-доллара уже достиг их цели на конец года 1.05. Учитывая текущие рыночные котировки, эксперты не уверены, что сама встреча ЕЦБ сможет вызвать заметный сдвиг курса валюты. Добавляю, что прорыв уровня 1.05 до или после ЕЦБ может спровоцировать падение к технической цели на отметке 1.02-1.03. Рассматривая возможные изменения в политике ЕЦБ, у «Намура» есть сомнения, что регулятор последует за агрессивными шагами центральных банков Швейцарии и Дании, где ставки по депозитам в настоящее время составляют минус 75 байзных пунктов. По избыточным резервам, хранящимся в Центральном банке. «Намура» отмечает, что влияние отрицательной ставки на резервную валюту, такую как евро, может серьезно отличаться от небольших валют, учитывая их вес в резервных портелях, что может означать, что ЕЦБ может получить дополнительный стимул действовать осторожно. Рынок закладывает в текущие котировки снижение ставки ЕЦБ по депозитам на 10 байзных пунктов в декабре. То есть на 0,1%, другими словами. «Нордлик» отмечает, это эксперт «Намура», что ряд технических факторов указывает на то, что рынок ожидает снижение ставки по депозитам до минус 0,45% к декабрю 2016 года. Как хорошо они живут, у них отрицательные ставки. Ну вот таким образом, значит, реально 1,02-1,03 страны «Намура». Ну и отсюда уже как бы можно взять прогноз на 2016 год по спот-рынку Форекс. Общая канва такова, что валютные рынки серьезно завязались на политику, на политические решения. И в частности, общее резюме таково, что сейчас валютные горизонты довольно неплохо прогнозируются. Однако в скором времени погода может резко переместиться, перемениться и, соответственно, хаотизация усилится. Поэтому многие банковские эксперты, которые сейчас готовят свои валютные прогнозы на 2016 год, в целом приходят к одним и тем же выводам по трем основным темам. А именно, доллар будет укрепляться, валюта развивающихся стран останется под давлением, а китайский юань встанет на путь постепенной девальвации. Ну вот закономерный вопрос. Когда? Насколько? Подробные обстоятельства ответить на этот вопрос уже не так-то просто. Вот, например, аналитики отдела JP Morgan суммируют выводы своих коллег. И у них такое, получается, резюме. Первая половина 2016 года кажется относительно ясной, чего не скажешь о второй половине. То есть, другими словами, валютный прогноз на первые шесть месяцев настоящего года строится вокруг долгожданного декабрьского расширения пропасти между монетарной политикой и двух крупнейших центробанков. Почти нет никаких сомнений в том, что Федрезерв поднимет ставку, а Европейский центральный банк увеличит количественное смягчение стимула. Между этими двумя колоссами затеряло заседание Центробанка Швейцарии, который, тем не менее, также заслуживает самым пристального внимания. Вот многие эксперты пишут, что не надейтесь, что этот год закончится для рынков тихо и спокойно. Это, в частности, пишут валютные стратегии CCTA General. Конечно, это событие уже полностью заложено в ценах, чего не скажешь о последствиях и побочных эффектах. Вот рыночная неопределенность в отношении 2016 года связана, в первую очередь, с травмирующими событиями 2015 года. Это шокирующим откажем Швейцарии от привязки своей валюты к евро, с девальвацией китайского юаня, неустойчивой динамикой американской экономики и опасениями относительно развития дефляции на мировом уровне. Все страхи и фобии участников рынка так или иначе связаны с ликвидностью в условиях более жесткого регулирования. Валютный бизнес изменился, пишут валютные стратегии из Royal Bank Scotland Capital Markets. Рынки функционируют по-другому. Цена образования стала иным, более ясным. Не удивительно, что интерес к риску в этом году так быстро изменился, а осторожность окрашивает прогнозы на 2016 год всех валютных обозревателей. Да, доллар укрепится, а большинство стратегов уже видят евро-доллар на уровне паритета или даже ниже. В конечном счете декабрьский рост дивергенции еще не наступил, а евро уже опустился ниже отметки 1.06. Доллар по-прежнему стоит дешево в контексте исторических уровней. С точки зрения оценочной стоимости также нет перекосов в бычьем направлении, поясняющий Шанго. Но, однако, индекс доллара уже выше 100. Однако, на пути к новым высотам доллару уготовано немало ловушек. Федрезерв уже озвучил свое недовольство чрезмерно сильным долларом, которое может усугубить проблемы промышленности и раскрутить дефляционную динамику. Такая обратная реакция нашла свое отражение в прогнозах JP Morgan, которые ввернут в разрез консенсуса. В банке считают, что к концу 2016 года евро восстановится до 1.13. Американская экономика выглядит неплохо, но не блестяще. Федрезерв может разочароваться и передумать, резко оборвав свой цикл ужесточения, если темпы экономического роста из хороших превратятся в посредственные. Однако слабого квартала будет достаточно, чтобы выбить у ФРС почву из-под ног, уверенно в JP Morgan. Монетарная политика, определившая рыночную динамику 2015 года, останется доминирующим фактором в ближайшие 12 месяцев. Такое впечатление, что больше инвесторов и трейдеров ничего особо не интересует, даже масштабные геополитические события, которые на этот раз прошли для рынка стороной. Однако на этот раз предел возможностей монетарной политики становится более очевидным. Для ЕЦБ есть хорошая новость. Дополнительные стимулы будут сопровождаться улучшением экономических условий. Однако европейский регулятор во многом сам создает в себе проблемы, связанные с евро. Преследуя политику масштабного количественного смягчения, он побуждает рынок использовать евро в качестве валюты фондирования, спекулятивных сделок. Таким образом, когда откаты на финансовых рынках провоцируют бегство от риска, инвесторы сокращают число и объем спекуляций, что ведет к укреплению в единый валюты. По сути, они создали контр-циклическую валюту. Теперь о йене. Динамика японской валюты также будет диктоваться монетарной политикой. Хотя тут прогнозы аналитиков и стратегов сильно расходят. Например, в Намура и БНП Париба считают, что доллар вырастет до 130 йен и даже выше. Рынок не ждет от Банка Японии каких-то масштабных мер, направленных на увеличение стимулов. Однако мы полагаем, что регулятор сохранит крайне осторожный подход к монетарной политике. Отметили в Намура. В JP Morgan придерживается нового мнения. По словам аналитиков JP Morgan банка, работающих в Азиатском регионе, с учетом растущего профицит текущего счета, японская гена стоит слишком дешево. Забудьте про снижение гена, будет расти в следующем году, советуют они. В отношении китайского юаня консенсуса больше. Многие стратегии ждут некоторой девальвации. При этом считается, что она будет происходить под воздействием рыночных факторов, а не в результате уменьшательства Банка Китая. В целом ситуация в Китае волнует и тревожит всех без исключения. В Намура полагают, что темпы экономического роста снизятся почти до 6%. Шагно, например, из СССР, уверен, что растущий доллар – это проблема для Китая, поскольку девальвация юаня провоцирует отток капитала и создает неблагоприятные условия для экономики. Он также отмечает, что эта страна и регион в целом заслужат особого внимания в 2016 году. Охлаждение китайской экономики, в свою очередь, негативно повлияет на весь сегмент развивающихся рынков. В условиях, когда инвесторы находятся в поиске высокой доходности, логично было бы предположить, что активы развивающихся стран будут расти, но пока никто, ничто не указывает на интерес к ним и заставляет усомниться в благоприятных перспективах, особенно для валют сырьевых экономик. Скорее всего, они не сумеют раскрыть свой восходящий потенциал, а останутся под давлением. С этой позиции солидарны многие экономисты. В ряде стран, развивающихся сегменты экономики, будут расти быстрее, но вряд ли это кого-то впечатлить. Будем наблюдать арифметические, но не фундаментальные изменения в развивающем сегменте. Кроме того, прогноз по валютам развивающихся стран во многом зависит от состояния американской экономики, динамики доллара. Если доверие к экономикам развивающихся стран восстановится, а фондовые рынки начнут расти, можно рассчитывать на новое повышение ставки Федрезерва. Считается святая генерал. Однако обстановка станет напряженной, а Федрезерв будет продвигаться вперед с осторожностью и с оглядкой. Напомню, что консенсус экспертов считает, что в следующем году 4 раза Федрезерв будет получать ставку по 0,25%. То есть на 1% в итоге в конце 2016 года повысит. Но если в феврале повысит, если в декабре от 2016 повысит на 0,25%, соответственно ставка будет 1,5% в декабре 2016 года. Американская ставка, базовая процентная ставка по Федфондам. Вот в целом можно заключить, что ситуация со стороны Федрезервов будет часто меняться. Что потребует от инвесторов повышенная бдительность. Ну и сейчас в заключении я вам включу, конечно, как обещал монитор моего компьютера. И мы, соответственно, по мета трейдеру посмотрим уровень. Вот евро-доллар, мой рабочий диапазон 4-х часовка, средние прогнозы я строю по векам. Ну, видите, тут идет коррекция. Цель коррекции, она, соответственно, 1,0635, это минимум будет достигнуть. И вот сотый мувинг в районе 1,0680, 1,0675. Ну, может уже съедить 1,067. Отсюда продаем. С точки зрения Викли, у нас фактически вторая волна медвежьей намечается, но коррекция дает недельная свечка, хоть и слабенькая, но бычая, зелененькая. Возможно, двухсвечка сформируется разворотная какая-нибудь персинг-лайн или молнинг-старт даже будет. Вот. И, соответственно, этот сигнал на коррекцию вот сюда. 1,1034. Но я не думаю, что сюда дойдет, скорее всего. Вернуть к рабочей развертке. Скорее всего, вот 1,0680 сюда, да? Ну, в крайнем случае, 200-й молнинг, 1,089, но сюда съедет, да, будет 1,08 с копейкой. Вот оттуда продаем. Поскольку на Викли, смотрите, очень серьезные сигналы на СЭЛ. Это растет спред между сотым и двухсотым молнингом. Динамика явно медвежья, да, вниз, видите? И, соответственно, в зоне экстремальной перепроданности, исцелляторы вблизи нуля находят значение, численное значение. Видите, 6,35 у стахастиков, в частности, на Викли. И тут все говорит о том, что давление медведей очень сильно. И любая коррекция наверх будет использована для продажи. Ну, вот, нет, то же самое можно, в принципе, сказать о фунт-долларе, но я его использую для торгов в лонг, если евро-доллар в шорт. И вот на Викли, видите, тут более сильная бычая свечка зеленая. Туше людей я тренирую. И цель 1,53-1,45. Ну, тут даже на рабочую разверку нет смысла переходить, да. Стохастик вблизи экстремальной зоны перепроданности. Вот, развернется, и, соответственно, если мы стоим на коррекции в рост, то можно что-то и заработать. Вот, что касается доллар-иена, то тут, соответственно, по большому счету продолжается консолидация, да. Прогнозы самые противоречивые, но я рассчитываю, что доллар-иена будет расти. И фондовый рынок поддерживает. Ну, такая негативная реакция, но в последние недели, в ожидании 16 декабря, как это было в сентябре, помните, когда прошлого года там пошли разговоры о подъеме в такте, экономика больно локально быстро заросла американская. И там, конечно, акция ввалились, что иены поддержала, а тут нет. Ну, и в заключении, вот, хорошо евро-аут в шахтах, да, евро-аутси. Вот какой тренд довольно длительный, на виду сформировался. Спущеный, но мощный, внизу, наверное. В шахтах стоим, а оси доллар в лонгах можно проиграть. Вот, и, соответственно, а оси иена тоже в лонгах, да. Такие прибыли, да, хорошие. Серьезная динамика, да. Ну, и заключение валюты развивающихся рынков, их можно осторожно продавать, скажем, с локальных хаев продаем доллар-зар, фунт-зар и австралийский доллар-зар. Сейчас хаи тестируют, что доллар-зар и евро-зар. Вот, продаем. Хотя на аликоне все на хаях. Ну, осторожно продаем. Фиджировать можно покупкой, но там свопа отрицать, пугает меня. Я быстро закрываю покупки, зарабатываю на курсы небольшие разницы. А шарты все-таки по этим курсам не одется подольше, там свопа хорошая. Ну, господа, если какие-то вопросы, я перехожу на платформу вебинара. Задавайте. Если нет, спасибо за внимание, удачных торгов, до следующей встречи в четверг, в это же время, в 11.30 по Москве. Всем пока.